Здравствуйте, ребята! Сегодня мы познакомимся с творчеством Николая Николаевича Носова. Николай Носов не сразу стал писателем. Многие годы работал режиссёром, художником-мультипликатором. А писателем стал случайно. Родился сын, и Николай Носов придумывал для него интересные сказки и рассказы. Герои этих произведений настоящие, живые, а их фантазии, их поступки и даже проделки учат добру и благородству. Название рассказа, который мы будем читать сегодня, вы узнаете, разгадав Ревус. Для выполнения задания поставьте видео на паузу. Рассказ называется «Леденец». Леденец – это прозрачная конфета из сахара с фруктовым соком. Перед чтением рассказа научимся читать слова. Прочитаем сначала плавно по слогам, затем целыми словами. Откройте учебник на странице 76. Послушайте рассказ. Николай Носов «Леденец». Мама уходила из дому и сказала Миша, я ухожу, Мишенька, ты веди себя хорошо, не шали без мамы и ничего не трогай. За это я подарю тебе большой красный леденец. Мама ушла. Миша сначала вел себя хорошо, не шалил и ничего не трогал. Потом он только поставил в буфету стул, залез на него и открыл у буфета дверцы. Стоит и смотрит буфет, а сам думает, я ведь ничего не трогаю, только смотрю. А в буфете стояла сахарница. Он взял ее и поставил на стол. Я только посмотрю, а ничего трогать не буду, думает. Открыл крышку, видит, там что-то красное лежит. Эх, говорит Мишка, да это ведь леденец, наверное, как раз тот самый, которым не обещала мама. Он запустил в сахарницу руку и вытащил леденец. Ого, говорит, большущий и сладкий должно быть. Миша лизнул его и думает, пососу немножко и положу обратно. И стал сосать. Пососет, пососет и посмотрит, много ли еще осталось. И все ему кажется, много. Наконец леденец стал совсем маленький, со спичку. Тогда Мишенька положил его обратно в сахарницу. Стоит, пальцы облизывает, смотрит на леденец, а сам думает. Съем я его совсем, все равно мне мама отдаст. Ведь я хорошо себя веду, не шалю и ничего такого не делаю. Миша достал леденец, сунул в рот, а сахарницу хотел на место поставить. Миша взял ее, а она прилипла к рукам и бух на пол, разбилась на две половинки. Сахар рассыпался. Мишенька испугался. Что мама скажет? Взял он две половинки и приложил друг к дружке. Они ничего, держатся. Даже незаметно, что сахарница разбита. Он сложил сахар обратно, накрыл крышкой и осторожно поставил буфет. Наконец, мама приходит. Ну, как ты себя вел? Хорошо. Вот умница, получай леденец. Мама открыла буфет, взяла сахарницу. Ах, сахарница развалилась. Сахар посыпался на пол. Что это такое? Кто сахарницу разбил? Это не я. Это она сама. Ах, сама разбилась? Ну, это понятно. А леденец-то куда девался? Леденец? Леденец? Я его съел. Я себя вел хорошо, но и съел его. Вот. Главный герой рассказа – мама и сын. Уходя из дому, мама попросила Мишу не шалить и ничего не трогать. За это она пообещала подарить ему большой леденец. Миша прислушался к просьбе мамы. Он вел себя сначала хорошо, не шалил и ничего не трогал. Вам, наверное, знакома такая ситуация? Когда нужно было потерпеть. Но детское любопытство взяло верх. Я только посмотрю, а ничего трогать не буду, – подумал Миша. К чему же привело любопытство Миши? Чтобы ответить на этот вопрос, поставьте видео на паузу и прочитайте рассказ самостоятельно. Леденец. Любопытство Миши привело к тому, что сахарница была разбита, а леденец съеден. Миша испугался и попытался скрыть свой проступок, надеясь, что мама ничего не заметит. Что сделал Миша? Взял две половинки и приложил друг к дружке. Сложил сахар обратно. Накрыл крышкой. И осторожно поставил в буфет. Вернувшись домой и узнав, что Миша вел себя хорошо, мама готова была выполнить свое обещание. Но тут правда открылась. Мама обо всем догадалась. Она была очень огорчена не разбитой сахарницей, не съеденным леденцом, а обманом сына. Что это такое? Кто сахарницу разбил? Что ответили бы вы? Наверное, сказали бы правду, чтобы не огорчать маму. А Миша был не готов ответить за свой поступок. Это не я, это она сама. Ах, сама разбилась? Ну, это понятно. А леденец-то куда девался? Леденец? Леденец? Я его съел. Я себя вел хорошо, но и съел его. Вот. Каким бы увидели главного героя этого рассказа? Выберите слова, которые характеризуют Мишу. Для выполнения задания поставьте видео на паузу. Миша любопытный, нетерпеливый, трусливый, нечестный. Используя иллюстрации, восстановите порядок событий в рассказе. Давайте проверим. Просьба мамы. У нас получился картинный план, с помощью которого вы можете пересказать эту историю своим родителям. Миша получил хороший урок. Нужно уметь отвечать за свои поступки. Этому учат интересные рассказы Николая Носова. Читайте их. Читайте с удовольствием.